Ой, слушайте, бегала-бегала, пока искала. Вот письма, я их сохранила. Храню, потому что хочу помнить, как выглядит предательство. В общем, так, я сейчас расскажу. После того, как мы с ним, типа, поссорились... В общем, я его послала, я его послала ко всем чертям. Я сказала, я не хочу больше ничего с тобой общего иметь. Я устала от тебя. И больше не звонить сюда. Не приходи сюда. Я устала. Мне стыдно, что ты мой отец. Мне стыдно, что мне вообще пришлось с тобой связаться в этом мире. И мне стыдно, что я вообще посчитала, что я могу каким-то образом с тобой наладить какие-то отношения. В общем, я положила трубку, и я решила полностью разорвать все отношения с этим человеком. Потому что я поняла, что это настолько токсичный человек. Потому что за все то время, что мы были вместе рядом, что он ни разу меня не похвалил, он ни разу меня не поддержал. Все, что он делал, он постоянно меня только унижал и ложил меня вниз. И постоянно повторял, ты такая же, как и мать, ты туда, ты сюда. В общем, человек попытался на мне выместить. То есть он просто неудачник. Понимаете, обычный неудачник. Вот и все. И вместо того, чтобы построить отношения со мной, нормальные человеческие, и вести нормальный человеческий разговор вместе со мной, он попытался меня уничтожить, положить меня вниз. И каждый раз пытался меня каким-то образом унизить, каким-то образом добить меня. Даже со мной нормально разговаривать не мог. Я просто в какой-то момент, я поняла, что мне это не нужно. Я больше не хочу с таким человеком иметь отношения никакого, я ничего не хочу, ничто не заставляет меня поддерживать отношения с этим человеком, несмотря на то, что он мой родной отец. Я положила трубку, я была очень злая, он пытался мне перезвонить, понимаете, у нас никогда нормально с ним диалог не складывался, он пытался мне перезвонить, скорее всего пытался перезвонить, чтобы унизить в очередной раз, или наорать на меня, или сказать какие-то гадости, потому что там ничего конструктивного не было. Я устала от него. Так вот, именно в тот момент, когда вот это произошло, вот шкандаль этот произошел, шкандаль, конфуз, шкандаль, вот, то в этот момент он, мы уже практически, у меня уже были готовы все паспорта на выезд в Германию, то есть я говорила, да, что у нас уже были подготовлены документы, естественно, никто деньги Георгию, моему бывшему, давать не собирался, ровно как и моему отцу, никто не собирался давать деньги. Ну, в общем, да, ничего этого не произошло бы, ребята, я далеко не глупый человек, я не глупая женщина. Ну, так вот, помните, я когда-то говорила вам, вот в этом же рассказе, что очень многие мигранты, они почему-то передавали письма, значит, каким-то своим знакомым, чтобы они везли их в Украину, и только после этого эти письма они передавали уже своим, кому-то еще там, кому-то еще, и вот так вот через руки они, значит, эти все письма передавали. И вот эти два письма, они попадают мне в руки совершенно случайно, значит, он передал письма вместе с кем-то, кто летел во Львов, эта женщина мне позвонила, и были там два письма, адресованные, одно письмо было адресовано моему бывшему, второе письмо было адресовано мне. Это было прямо накануне моего дня рождения, это случилось, потому что в письме содержится поздравление с днем рождения, рождение у меня 25 июня, и, значит, женщина, которая привезла эти письма, она, недолго думая, увидев две одинаковые фамилии, что у меня, что у моего мужа, она передает эти письма ко мне в руки, вот. А мы ездили, значит, вместе с мамой забирали, где-то в районе университета женщина жила, значит, и она передает без задней мысли эти два конверта мне в руки. И вот теперь, понимаете, я верю в то, что есть какие-то ангелы-хранители, я верю в то, что, может быть, есть какая-то вещь, которая на этой планете объяснить практически невозможно. То есть есть что-то такое, что вот пытается тебя всё-таки уберечь каким-то образом, перейти, предостеречь или каким-то образом помочь. Мы были вместе с мамой, почему я сказала, что мы были вместе с мамой, потому что на тот момент мама говорит, открывай письмо, открывай письмо, которое предназначено твоему бывшему. А я говорю, мам, я говорю, ты же меня воспитала намного лучше, чем вот ты сейчас говоришь, ты же не всегда говорила, нельзя. Я вот за всю свою жизнь, что я была со своим бывшим, я знаю, у наших девушек это очень распространено, как бы, и там проверять телефоны или ещё что-то, я никогда в жизни не влезла в его телефон. Никогда в жизни. Я такой человек, что я никогда не открою этот телефон, не буду распечатывать чьи-то почту, читать чьи-то какие-то сообщения или ещё что-то. Я никогда в жизни этого делать не буду. Я просто считаю, что как бы я себя уважаю больше, чем вот это всё. Это как-то, ну, неприемлемо для меня. Я считаю, что если ты не доверяешь в отношениях, там, в общем, идёт нечего в этих отношениях. И, значит, мама стоит, говорит, открывай. Я говорю, мам, я не буду. Она сказала, я открывай. Она мне говорит, у меня есть какое-то седьмое чувство, что что-то где-то не так. Открывай и читай. Мам, хочешь, почему ты меня попросила открыть письмо, которое выслали моему бывшему? Интуиция. Интуиция, да? Моя интуиция не подсказывала, что что-то где-то не так, где-то что-то варится, очень что-то нехорошее. Я поэтому сказала, открывай и читай. Она говорит, нет, я не могу, не могу почитать, потому что это не мне эти письма. Там одно мне, а одно не мне. Вот. Я сказала, открывай и читай. Ну и так сложилось, что я открыла письмо, которое было предназначено моему бывшему первой, и поэтому второе письмо, которое было предназначено мне, читалось очень большой долей иронии, потому что вышло так, что они даже были открыты в правильном порядке. Это что я сказала, что, очевидно, есть какой-то ангел-хранитель. Итак, давайте я вам сейчас прочитаю письмо, которое было адресовано моему бывшему, и это то, чем пахнет предательство. Я просил тебя найти адвоката во Львове. Я бы ему перезвонил и проконсультировался, как правильно написать заявление. Конечно, было очень... А, подождите, перед тем, как я продолжу читать, я еще обращусь к законодательству Украины, которое говорит о том, что на выезд даже взрослого ребенка за рубеж нужно разрешение его родителей и на то, что родители позволяют уехать. Потому что Украина, понимаете, она считает, что если вдруг ваш тятя, которому вы сто лет нафиг облокотились, извините за грубость выражения, вдруг начнет нуждаться в чем-то в старом возрасте, то вы, уехав за рубеж, обязаны его содержать. И вот пока тятя не даст это разрешение, вы, значит, фиг поедете, потому что каким-то образом вы должны откупиться от своего родителя, которому вы нафиг сто лет, опять повторяюсь, были не нужны. Если вы смотрели фильм «Интердевочка», то, значит, было там вот такое отступление. Я тоже сейчас вот как раз-таки когда говорила, подумала про «Интердевочку». Итак, я продолжу, почему я отступила, сейчас расскажу. Как правильно написать заявление? Конечно, было очень хорошо, если бы у него был интернет. Я написала два заявления, но их нужно согласовать с адвокатами, после чего я могу их подписать. Хотя заявление на Тамару я уже подписываю. «Наши адвокаты знают только местные законы, он предоставляет, значит, свой телефон, ой, слушай, у меня даже есть его домашний телефон, заявление при остановлении выезда Виктории». Вы представляете, то есть они вдвоем пытаются на меня надавить, они хотят заблокировать выезд мой из страны в Германию для того, чтобы подавить меня, задавить меня, чтобы я отдала деньги. Вы представляете, это все только ради денег делается. И плюс, и тут уже идет месть моего отца, которому я сказала, да не пошел бы ты боком. «Заявление о приостановлении выезда Виктории я даю только для того, чтобы Тамара отдала деньги вашей семье». Тамара здесь вообще ни при чем. Мама сказала, Вика, это квартира твоя, делай с ней что хочешь. Но у моего отца она столько сильно переклинила мозги на моей матери, вообще всю жизнь переклинила, отдала деньги вашей семье. Послушайте, семьи нам уже давным-давно нет. И никто эти деньги, кстати, не забирал. Они, два дурака, не поняли, что Тамара к этому всему не имеет никакого отношения. Это я стояла за всем этим, это я сказала, что деньги никто не получит, и Георгий их не увидит, и он не увидит, никто не увидит. Деньги останутся на моем счету. Это было мое решение. Но они как-то дураки не сообразили, да, это все. Я не против ее выезда. То есть, меня же не было, вы же помните, да, я вам рассказывала, я же вообще, я же объект. Я не против ее выезда, и тем более выезда Алешки. Да, конечно. Мне ни копейки не нужно, а брать их Вику. Их! Их! Вику и Алексей или нет, это твое решение. Их! Их! Иха! Иха! Брать иха или нет? Их! Вот, взяли колбаску с собой, перевезли через границу. Не хотите колбаску? Ну, бросьте ее в мусор. Вот нафига вам вообще? Ну, как кошечку, как собачку. Вот ты хочешь ее, возьмешь. И Алексея, значит, как предаток, да? Не хочешь, ну можешь бросить в Украине. Ну, что там, мальчик мой, живи дальше своей жизнью, все хорошо. А, и к этому всему было вложено еще 50 долларов ему на консультации. И, значит, на то, чтобы он нанял адвоката для того, чтобы приостановить действие. Значит, слушайте. У Львовском областном обưaте заявление. Прошу прекратить stall на паспорт Украины, выданную мою дочь, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, проживаючи по такому адресу, такой-то номер телефона. Прошу предистановать действие заaktерного паспорта, заграничного паспорта Украины, выданного моей дочке, такой-то, такой-то, живущий там-то, там-то по такому-то телефону. Оскільки после отримания моего дозвола на выезд, так как после того, когда она получила мое разрешение на выезд, в нас выникли проблемы щодо розділу майна, яке належить мені, потому что у нас возникли проблемы по разделу имущества, которое принадлежит мене. Ребята, ему вообще нифига не принадлежит в этой квартире, его имени там нет, это заявление было написано для того, чтобы просто приостановить действие моего паспорта и сломать меня и сломать Алексея, потому что он знал, насколько сильно я хотела уехать из страны, я там просто больше не могла. То есть у меня с моим бывшим уже была точка кипения, и вот мой папа, значит, начинает на меня давить. Дальше, следующее заявление, Ульвийскую областную прокуратуру, значит, заява, заявление, значит, там написано, прошу принять им речь щодо моей колишней жінки, прошу принять действие в отношении моей бывшей жены. Ма, вы сколько уже не жили на тот момент? Ой, мы уже не жили, я знаю еще сколько, подожди, он уже 5 лет практически с твой прожил женщиной, но что-то долго. Да нет, мама, вот ты что, мне уже было 27 лет, вы разлились, когда было 6 лет, мне было. Подожди, да, мы разлились, когда тебе было 6 лет, а тебе было уже 20 с чем-то. 20 не жили, 30 лет. Лет 15 они уже вместе не жили, значит так. В минулом уроте вышла замерз за громадян и на Канады. То есть это оказывается очень криминальная вещь такая. Потому что она в прошлом году вышла за гражданина Канады. Вот понимаете, нельзя этого делать, нужно прокуратуру писать заявление. Да выехала на постоянное место проживания туда. И выехала на постоянное место проживания туда. Зараз вона повернулась до Львова, чтобы продать квартиру. Сейчас она вернулась во Львов для того, чтобы продать квартиру. Власником, якой я був. Був ключевое слово. Владельцем которой я был. Я говорю, был ключевое слово. З якой я был выписан незаконно. З которой я был выписан незаконно. История выписки вы уже слышали. Я подготовил документ в суд, щодо установления моих законных прав на квартиру. Я подготовил документ в суд, для того, чтобы восстановить мои законные права на квартиру. Ну, ты сам из нее выписался. Как ты можешь обратно туда прописаться или установить свои законные права на эту квартиру? Это хорошо жить фантазиями? Ну, блин, нужно где-то иметь соприкосновение с реальностью, хоть иногда. Дело в том, что на этот момент я была на визите во Львове. Да. И поэтому он делал все возможное и невозможное. Чтобы задержать еще и тебя. Чтобы сломать тебе, потому что ты еще не имела гражданства. И нужно было тебя задержать на территории. Если меня задержат, я просрочу свое пребывание на Украине. У меня возникнут проблемы. Да, с иммиграционной. То есть это мой тятя. Это мой тятя. И прибывши до Львова, пани, 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 ты чего во Львов ездила? Вчинила вбывство собаки, яка ей належала. Она убила собаку, которая ей принадлежала. Так, ребята, я вам сейчас расскажу, в чем была ситуация. У нас в Украине был доберман. У нас была доберман собака. Доберман был уже старый. И у него была масса внутренних проблем. То есть собака была больная достаточно. Мы собирались выезжать, конечно же, все. И нашей семье было принято очень нелегкое решение усыпить собаку. Нам пришлось ее усыпить, потому что собаку бы никто не... Но он не мучился. Его бы никто не взял. Собака была старая. У него была масса проблем. Мы тратили очень много денег на лекарства, на поддержание его, для того, чтобы он жил. Собака была никакая. Ребята, это было очень сложное решение. У меня до сих пор, как я не люблю даже вспоминать эту историю, у меня до сих пор очень-очень тяжелые воспоминания об этой истории. Но, учитывая, что вся семья должна была разъехаться, мы жали в Германию, мама там была. И, понимаете, спрашивая знакомых вокруг, никто не хотел брать ответственность за эту собаку. Ну, никто. И оставлять собаку уже старую, которая привыкла к одним владельцам, было невозможно. То есть это не было убийство, ребята. Это было совершенно взвешенное решение. Пришлось усыпить собаку, потому что... Мне сказали, либо ты его усыпишь сама, либо он будет мучиться, и он умрет буквально там, ну, все равно, понимаешь? На улице просто сдохнет собака. Куда ты его денешь? Ну, что, его на цепь посадить у кого-то во дворе? Собака всю жизнь жила дома, за ней ухаживали, за ней следили, и что? Мне сказали, мне одна сказала, я могу его взять, только я его на цепь посажу. Ребята, ну как это можно? И эта собака, которая имела медали за выставки? Он был очень знаменитый, его звали Чак. Если кто-то знает, вот звали Чак. Вот, и нам пришло... Это было очень сложное решение, я еще раз говорю. Каждый раз, когда я возвращала... Я вообще вот эту вот историю, когда мы принимали это решение, это было очень сложно. И, ну, в общем, в любом случае, то он что-то написал. Я, дизнавшись про мои законные претензии... А, дизнавшись про мои законные претензии на квартиру, узнав о моих законных претензиях на квартиру, она вообще не знала даже об этом. Ей никто не сообщал о том, что он... Хотя и какие-то законные претензии на квартиру. У присутности свитков далася до погроз на мою адресу. В присутствии свидетеля начала мне угрожать. Человек жил в Америке. Это как получается? Подожди, а какому свидетелю-то они... А я не знаю. А чё ты... Да тебе вообще на нему всё же сплевать было? Чё это за клевета? Слушай, как можно... Я ему должна была угрожать, если человек жил в Америке, я жила в Канаде. Так он сейчас пишет из Америки. Ну, так я и говорю, как я могу ему угрожать, ему в присутствии... Значит, я так поняла, что это лажа вообще. Это бред, редкий. Это бред. Мне также известно, что для выезда в Канаду... Мне также известно, что для выезда в Канаду она отримала доведку, что ее батько знаходится у розшеку. Да, действительно, это так и есть. То есть, что моя мама, когда уезжала, моей маме было уже 50 лет, а отец у неё уже, ну, мне кажется, что он уже... Его было, наверное, сейчас скажу тебе сколько, 85, по-моему? Если было 85. И найти мы его не могли, короче. И мама предоставила справку при выезде, потому что надо было предоставить справку, что разрешение родителя на выезд. Она предоставила справку, что он находится в розыске. Он реально находился в розыске, потому что мы не знали ни где он живёт, ни как он... Мы живы старые очень. И он реально находился в розыске. Если не умер, конечно. Да. И реально эта справка была предоставлена, и реально мы его разыскивали. Кстати, его до сих пор не нашли. Мне не видно, что розшеку она не занималась. Занималась, неправда, это ложь. То есть, что там тебе ведомо, я не знаю. Потому что сплетни мой бывший распускал ещё неизвестно. Также, неизвестно, каким членом отримала выезд на пусти на место проживания. То есть, неизвестно, каким образом она вообще получила выезд на постоянное место проживания. То есть, значит, мой отец при этом не присутствовал, визу не выдавал, понимаете? Поэтому неизвестно, кто ей вообще эту визу выдал, понимаете? Потому что должно было всё с его разрешения. И каким образом она получила закордонный паспорт? Мне кажется, что на это всё имеют все люди, которые проживают в Украине, которые достигли 18 лет, могут сами заказать себе заграничный паспорт. Разрешение бывшего мужа им на это не требуется. И он пишет, что когда ты получила это всё, ты лишилась прописки по этому адресу. Народ, прописки уже не было. Это не Советский Союз. Уже было легальное владение квартирой. То есть, это частная собственность, которая есть, которой владеет человек. Причём прописка. Прописка уже не имеет значения. Я даже, квартира была легализована. И, в общем, он написал, что я прошу задержать её в стране для того, чтобы вот это вот всё произошло. То есть, это то, что мой отец решил сделать в отношении моей мамы. Ну, то есть, это, ребята, вот я реально читаю это всё. Для меня это, знаете, это такой бред. Это бред сивой кобыла. Просто бред сивой кобыла. И в этом всём было приложено ещё 50 долларов для Георгия, для того, чтобы он мог обратиться к адвокатам и начать процесс против меня, своей жены и его дочери, для того, чтобы меня задержать. И уничтожить меня там, да, вот сгноить, ты понимаешь? И потому что у меня не было ни работы, ничего на тот момент. Потому что вот уже был такой момент, когда мы должны были выезжать, и я уже свою деятельность в отношении маникюра, вообще в отношении всего приостановила. Потому что не было смысла это всё продолжать. То есть, я без средств существования, слава богу, мне мама высылала деньги, когда была в Канаде. Нужно было меня там задержать. Это была его цель, понимаете? Дело не в том, что там были нарушены законы или каким-то образом что-то было сделано незаконно. То есть, человек, он вообще не в курсе. Он просто как собрал информацию немножко здесь, немножко там, слепил какой-то бред и написал бредовые какие-то заявления, неизвестно кому, вы понимаете, да? То есть, это вообще бред собачий. Да, и да, он мне дал разрешение на выезд, конечно. Вика, здравствуй. Это письмо, предназначенное мне. Прежде всего, я хочу поздравить тебя с днём рождения. И поверь мне, делаю это искренне. Как вы думаете, я читала это письмо? И пожелать тебе благополучия и благоразумия на долгие годы. Спасибо, папа. У меня есть и одно, и другое. Очень жаль, что наши без того непрочные отношения нарушились. Ну, за что боролись, за то и напоролись. Хотел в этом я, хотя в этом я вижу и положительное. Ты знаешь, я тоже. Вот уже сколько лет с тобой не общаюсь, вот столько вижу положительное. Появилась возможность сказать прямо о многих вещах. Да, пожалуйста. У меня нет сомнений, что ты, ещё будучи ребёнком, была запрограммирована Мам, ты мне скажи, где у меня флешка лежит. В своём отношении ко мне отрицательно. Ну, то есть то, что тебя не было в моей жизни, и то, что ты вот это вот со мной вообще не общался, и то, что каждый раз, когда ты меня видел, ты вложил меня вниз, это ничего не значит. Меня просто тупо запрограммировали. Ну, у меня, понимаешь, своих мозгов-то нет. Нет. Более того, уже в сознательном возрасте ты позволила себе лгать на меня, моему товарищу, да только ли ему одному, оскорблять, и никаких извинений. Так, давайте вот здесь я отступлю и расскажу, какому товарищу я лгала. Значит, помните, я вам рассказывала, что я бегала на работу, значит, вместе с ребёнком, которому было там 3,5 года, печатала, значит, там какие-то ваучеры, значит, и всё остальное. В общем, его товарищ, он взял меня на работу для того, чтобы, ну, дать мне хоть какую-то работу, потому что, да, я тогда была не замужем, вот тогда те 3,5 года, когда вот у моего бывшего не было, да, он взял меня на работу, чтобы я хотя бы с ребёнком бегала, а потом он меня уволил, этот же Лёня, просто уволил, без объяснения, без ничего. Почему он меня уволил? Потому что я посмела рассказать, понимаете, почему это просто случилось? Потому что все нарциссы, они любят поддерживать вокруг себя ауру, ауру доблежелательности, ауру того, насколько они хорошие люди. А я посмела сказать, что мой папа вообще мой не занимался, что папа вообще отсутствовал, понимаете, папы нету, нету папы. Оказалось, что я солгала на него, его товарищу, то есть то, что вот мой папа, извините, не знаю, как его назвать, он сказал, что ты соврала моему товарищу. Вообще-то, ребята, я просто сказала правду, просто ему стало, его переклинило, что с него маску-то сорвали, что, оказывается, показали его настоящее лицо. Вот, и после этого меня, Лёня-то уволил, уволил меня, потому что он сказал, как это так, как ты можешь так говорить о моем друге, вот у меня друг такой хороший, так это он для тебя друг хороший-то. Это же не говорит о том, что он отец хороший. Это две разные вещи. У меня обрезали, значит, знаете, меня всегда наказывали едой. Чуть-чуть сразу едой наказывали, понимаете. И вот так вот, меня уволили после этого. Никаких извинений, тоже никаких извинений не было, выкинули с ребенком, сказали, иди куда хочешь, потому что ты посмела сказать на моего друга что-то не то. А вот. Моя вина в этом есть тоже. Я не пресек твои действия. Ой, я тебя прошу. Что и повлекло беспредел с твоей стороны по отношению ко мне. Слушай, а твой беспредел по отношению ко мне просто позволителен. И это меня огорчает. В этом больше всего так. И это меня огорчает, в этом больше всего. Так что то, что других, это то, что других отношений у тебя с людьми и не только со мной. Просто нет. Объяснить что-то тебе невозможно. Ребята, у меня есть масса прекрасных здоровых отношений, у меня есть масса друзей, с которыми я прекрасно общаюсь. Так что человек вообще не в курсе. Твоя мама тебе вбила в голову, что вы с ней единственные умные и красивые на свете. Ну, знаете, вообще-то каждая женщина должна в себя верить. И особенно в то, что она и красивая, и умная, это вполне естественно. И правильно сделал, что вбила. Нет, надо было мне говорить, что я дерьмо, не заслуживающее внимания, как ты делал. Да, правильно? То есть, ну так, для равновесия. Ты, оказывается, меня просто уравновешивал. А на всех остальных можно плевать или можно хамить. Ну, вообще, честно говоря, единственный человек, на которого я плевала, это ты на данном этапе. Жаль, мама сделала тебя неинтересным и ненадежным человеком. Хотя, задатки для хорошего у тебя были. Ну, что ты, блин, спасибо, что заметил. Ты понимаешь, задатки у меня только были. А все остальное не заметил. Не заметил, насколько я добрая. Все, а дети задатки у меня, в каком месте тела они у меня находятся. Наверное, от тебя эти задатки хорошего есть, да? Но так, видимо, тебе удобно. Это плохо, но поправимо. Слышишь, сейчас исправляться буду. Это плохо, но поправимо. Даже если человеку осталось жить один день, еще не поздно начать все сначала. Это ты себе скажи. В ответ на твои последние оскорбления я хотел бы пожелать тебе то, я его реально оскорбила, ребята, я это даже не скрываю, я его оскорбила, потому что меня этот человек достал, достал. Я хочу сказать тебе то, что сейчас испытываю я. Тебе было плевать все то, что испытывала я за то время, что ты со мной общался, правильно? То есть твои чувства имеют значение, а мои чувства нет, правильно? То есть я испытываю это, сейчас я тебе напишу. А что, позвонить мне, спросить, дочь, как ты себя чувствуешь за все время, что ты со мной общался? Не было, не было ни желания, ничего не было. Я с удовольствием иду на работу и с удовольствием возвращаюсь домой. Так, блин, пёрышка тебе значит не буду говорить куда, я то же самое делаю. Я молчал много лет, но сейчас вынужден ответить. Мама тут ходит хихика, тихо, не свяжи меня. На это есть две причины. Это шаг, сделанный твоей мамой в мой адрес во Львове. Я вообще, блин, не знаю, что она делала. А что ты сделала там? Тебе вообще на него плевать было? Все время, всю жизнь тебе было на него плевать, насколько я знаю. Сейчас этим занимается адвокат. Ну, спасибо, хоть как-то объяснил, да? И ощутит она это в ближайшее время. Ты знаешь, вот до сих пор ощущает, прям я не знаю. Так ощущаешь, дальше некуда. Я извиняюсь, я прерву тебя на секундочку. Дело в том, что то письмо, которое было написано, вот эта заявка всякая разная, прокуратура и все, я ее взяла и пошла к адвокату проконсультироваться. Адвокат почитал и сказал, это бредни больного человека. Ну, это реально бредни больного человека. Это нормально назвать невозможно, потому что... Даже не думайте на эту тему, можете порвать и выбросить. Половина того, что там написано, это реально бред, ребята. Я просто... Вы знаете, я когда читала, у меня волосы дымом на голове остановились, что люди вообще надо как раз способны еще такую фигню сделать. Значит так, и еще тебе надо в ближайшее время. Вторая причина, это твое поведение. Ну да, воспитывать меня собрался. Что касается твоей мамы, то мне нельзя было привозить ее во Львов. Мама, ты что поехала, блин? Не знаю. Как собаку привезли. Я тебе об этом никогда не говорил. Но маме твоей выдалась за меня замуж, выдалась обманом. Обманом вышла замуж. То есть, ты, блин, там не стоял, не расписывался с ней. Ничего вообще. Обманули бедного мужика. Ну ты что, соблазненный и покинутый называется. Слушай, может ты его оглушила, а потом тащила в замуж. Да, соблазненный и покинутый. Соблазненный и покинутый. Редненький. Жертва. Аборта. Спроси у нее, пусть она тебя этому научит. Ну как научит, блин? Зачем научит? Ты ж только что говоришь, что она меня много чего плохому научила. Зачем же еще добавлять плохие вещи во мне? Слушай, ты ж только что писал, что что-то поправимо. Зачем же ломать то, что поправимо? Конечно, ты была брошена в ненормальную среду. Мама того хохатывается. Сейчас появилась возможность достойно жить в твоей семье в Германии. Достойно? Да мы с ним уже лет не знаю сколько достойно не жили. Слушай, ты мне хоть объяснишь такую достойную жизнь? У меня с самого начала достойной жизни не было. Но Георгий опять не в доме. Ну, потому что моя мама приехала. Естественно, я его выселила. А он мне уже надоел до такой, до чертиков. А твоя мама, будь уверена, закрути делать так, что останешься ни с чем. Мам, спасибо, что ты закрутила это дело так, что я осталась при всем. Задел меня разговор о продаже книг. Ой, ребята, о продаже книг. Значит, слушайте меня сюда. Когда мы с ним ругались по телефону, я ему сказала, он мне говорит, значит так, быстро погрузила, быстро вывезла, значит указания мне давал, когда я должна была, значит, Киевова, почему-то Наташи ввести эти все вещи, книги. Я ему сказала, что, короче, мне твои книги вообще по боку. И мне, если мне придется прикладывать такие усилия, в жизни не буду прикладывать такие усилия. И вообще, я возьму все твои книги, вынесу на поле, у нас там поле было, подожгу их и буду смотреть, как они горят и получу от этого моральное удовольствие. Это то, что я ему сказала. Мне они не нужны. О, блин, я только сжечь собиралась, слушайте. Это была проверка, которую ты не выдержала. То есть, меня проверяли, которую я не выдержала. Но нормально, это вообще нормальный разговор вообще отца. Проверка, которую я не выдержала. В принципе, нарциссы, кстати, это очень часто делают. Они очень часто делают всякие разные проверки других людей, но это в плане того, что у них просто мозги работают очень странно. Там необходима помощь профессионала, понимаете? Они постоянно проверяют каких-то других людей. Ну, не выдержал, так не выдержал. Тебе-то что с этого? Я их собрал задолго до появления твоей мамы, будучи студентом, и оставил тебе тогда, когда уходил для чтения, а не для продажи твоей мамы на базаре. Значит так, вы уже знаете мою историю, что мы продавали книги для того, чтобы выжить, и это не мама. Кстати, ездила книги, продавала, это я продавала книги, я их распихивала по комиссионкам для того, чтобы можно было выжить. И он, когда, значит, со мной разговаривал по поводу этих книг, тоже вот сейчас, вы услышали, как он сказал, когда я уходил, я оставляла их тебе для чтения. Значит, когда мы с ним разговаривали опять-таки про эту библиотеку, когда мы с ним ссорились, он мне сказал, что это моя библиотека, я дал тебе ей попользоваться в аренду, поэтому ты не думай, что хоть одна книжечка принадлежит или принадлежала тебе, поэтому я тебе сейчас буду диктовать, слышь ты, там, значит, я тебе сейчас диктую, что ты должна сделать с этими книгами, потому что эти книги мои, я давал тебе ими попользоваться. На что я ему ответила, что когда даешь что-то попользоваться в наш мир, значит, документов и электронной техники, нужно обязательно составлять заявление об аренде. Я этого заявления не видела, значит, эти книги мои, и я с ними делаю, что хочу. Вот. Он говорит, ах, вот как ты со мной заговорила. Ну, в общем, да, так что здесь он мне пишет, что он мне оставил тебе, когда уходил. Нет, он не оставил их мне. В разговоре вылезло то, что он давал мне их в аренду, попользоваться, посмотреть, потрогать, попереворачивать странички, но не больше. Ну, в общем, пап, тя, слушай, я твои книги продала, мне как-то есть надо было за что-то, потому что, когда я голодала, тебе было плевать на меня, скажем так. Вынужден вернуться и к вопросу о квартире. Здесь для меня все тоже просто. Твоя мама устроена, как вы обе говорите, хорошо. Ну, да, она не жаловалась. Продавайте квартиру, деньги будут очень нужны твоей семье в Германии. А я и не отказывалась брать деньги в Германии. Я просто не хотела отдавать их своему бывшему мужу, так как меня просили. Мне почему-то нужно было деньги изъять из моих рук и передать это другому человеку. Это были деньги на меня и на Алексея. Это была финансовая подушка, которая давала мне возможности безопасно существовать на территории другой страны. Я не должна была их передавать своему мужу. Это деньги с моей квартиры, потому что это моя квартира. Меня удивила информация, что деньги забирает мама. А, да, кстати, у нас даже был такой разговор вместе с мамой, что если я перееду жить в Германию, то для того, чтобы обезопасить фонд денег, когда квартира будет продана, я даже маму просила, чтобы она положила эти деньги себе на счет, потому что, ну, себе, и чтобы я имела доступ к этому счету, чтобы даже эти деньги находились за пределами Германии, для того, чтобы я только имела контроль над этими деньгами, а не потому, что деньги должна была забрать моя мама, и мы, значит, с ней просто пытались обезопасить меня и Алексея на территории другой страны, а не потому, что кто-то что-то забирает. Ну, учитывая ситуацию, которая складывалась, то нужно было, знаете, как ты просто понимал, что это была какая-то военная ситуация, нужно было отбиваться от врагов, вот как это обстояло. Зачем они богатому, как она, утверждать человеку? Нет, незачем. Эти деньги должны были быть для меня, и они откладывались для меня. Во-первых, нужно знать законы Германии. Причем тут законы Германии, вообще, если я еще нахожусь в Украине, в отношении иммигрантов с украинским паспортом. Причем тут Германия в отношении иммигрантов с украинским паспортом. Не поняла. Причем тут это? Во-вторых, если твоя мама... А ты знаешь законы Германии в отношении иммигрантов с украинским паспортом? Тоже не знаешь. Он все время, знаете, пытался пугать какими-то законами, законодательствами и все остальное. Мне было бы сейчас интересно с ним пообщаться, потому что я как раз-таки работаю в профиле этого всего. Я не думаю, что он бы со мной так сейчас разговаривал. Во-вторых, если твоя мама подготовила тебе рай в Канаде, ты знаешь? Да. Да, потому что она боролась со своих детей. Она сделала все возможное для того, чтобы я здесь оказалась. И спасибо ей большое, что она подготовила мне рай в Канаде. Ты прям как в воду глядел. То думаю, что это подлость по отношению Георгия и его близким. А то, что Георгий, извините, сам вел себя как предатель последний в отношении меня и сына, это ничего, да? Подлость. Это какая подлость? Я не понимаю, в чем подлость, если я хочу развод. Если моя свобода это подлость для кого-то, то ради Бога. Для Германии ты никто. Это Георгий и его семья берут тебя. Собака на привязи. Берут меня. Правда, если этого не произойдет, поблагодари свою маму. Мам, спасибо тебе большое. Вот реально, душевное, большое тебе спасибо, что я туда не поехала. Я настолько рада, что я не оказалась в Германии, и вы даже не можете себе представить. Мам, большое тебе огромное спасибо. Вот сейчас, когда прошли года, я читаю это письмо. Я, кстати, его не читала очень давно. И я его сейчас перечитываю. Думаю, Господи, большое тебе реально, душевное тебе спасибо. Есть другой выход из положения. Я приостанавливаю действие своего разрешения на твой выезд до тех пор, пока твоя мама не отдаст положительную, положенную часть твоей семье. Какая манипуляция, да? То есть я приостанавливаю действие твоего паспорта. Вот понимаете, да, они пытались меня задушить. И если она не враг тебе и своему внуку, а то, что ты делаешь, делает тебя моим другом, она должна это будет сделать. Должна это будет сделать. Все документы уже подготовлены адвокатом и переданы во Львов. Да, да. Для предателя моего бывшего мужа. Вы представляете, да? Вот это я все стою читаю. Вот это все. То есть и предательство со стороны Георгия в отношении меня, бегая по адвокатам, используя 50 сраных долларов, которые ему положили. Это ему папа предлагал бегать? Нет, ну понимаешь, он был согласен. Ну скорее всего, он ему выслал, потому что он был согласен. Потому что если бы согласие не последовало со стороны моего бывшего, зачем это все высылать-то, понимаешь? То есть предательство со стороны Георгия, это нормально. А если я хочу развод от вас от всех и отмежеваться от вас от всех, то это предательство. Вот понимаете, как манипулируют словами, да? Я тоже, я почти уверен, что это письмо будет читать твоя мама. Мам, мы его не только читаем, мы его правослух читаем. Ой, более того, мы даже его храним еще. Да, мы его еще хранили. Ну лучше бы ты смогла принять самостоятельное решение. Я и приняла самостоятельное решение. Я его приняла. И сейчас, если ты слушаешь это видео, ты знаешь, какое мое самостоятельное решение. Все то, что я имею, это мое самостоятельное решение. Да. Ей нужна ее доля, отдай. Мне денег никаких не нужно. Слышишь, это все разговоры, только идет о деньгах. Да, да. Это деньги. Я не имею. Вы понимаете, меня там нет во всем этом. У тебя семья. Нет у меня семьи. Вот после вот этого нет у меня больше семьи. Жизнь дает тебе шанс, но если ты пытаешься кого-то обмануть, ты обманешь не только себя, но и Алешу. Представьте, манипуляция еще моим ребенком идет. Ты еще во Львове, и у тебя еще ничего нет. И может сложиться так, что ничего и не будет. И происходит это только из-за действий твоей мамы. Будь благоразумна, папа. Итак, папа, если я могу тебя так назвать, биологический отец. Я прочитала это письмо, я помню, это женщина где-то жила, я уже сказала, в районе университета, и там парк есть большой, как он, парк Костюшка называется, или какой там парк есть. Я стояла, вы знаете, эти два письма, они были прочитаны одно за другими. Как я уже сказала, по случаю, так случилось, что как бы письмо моего бывшего было прочитано перед моим письмом. И когда я их прочитала, у меня, наверное, вот в тот момент я узнала, что такое паническая атака. Я просто хочу дополнить сейчас то, что я видела, потому что я не знала, что написано в письмах, она их читала молча. Но я видела изменения на ее лице. Она побелела моментально, у нее затряслись руки сильно, и она была белая, как стена. И я не могла понять, что же такое происходит с ней, пока она не закончила читать. Потом я ее спросила, что написано в этом письме. Она сказала, ужас. В то же самое время, когда я опустила руки с этими письмами вниз, я стояла, я начала понимать цену предательства, цена лжи, цена всего. Ты просто начинаешь понимать, насколько ничтожным и низким может быть твой родной отец. Сколько грязи он может налить на другого человека. Ты начинаешь понимать, что пока он бросался грязью в другого, он в ней полностью перепачкался сам. И ты начинаешь понимать, насколько... Вот понимаете, просто вот как бы все это начинает разваливаться, как карточный домик. И ты начинаешь понимать, что всю свою жизнь ты жила с предателем. Так, сколько мы были замуженаты с бывшим? Семь с половиной лет? Семь лет? Все это время я жила с предателем, который у меня за спиной что-то вынюхивал, выискивал, договаривался, решал, предавал меня и ребенка. Ты понимаешь, каждый раз. И ты начинаешь понимать, вот ты стоишь, у тебя вот эти все мысли в голове проносятся. Так, у меня разрядилась батарейка, я бегала, думаю, больше неужели что-то не записалась. В общем, вот такая... Вот представляете, какая цена предательства, да? Вот человек просто... Два предателя. Ты просто стоишь и понимаешь, что ты живешь в тылу врагов. Ничего, мама тут это шепуршится, потому что она готовит, но ничего страшного, я думаю, что это вот. Ты просто понимаешь, что ты живешь как бы в тылу врагов, который... Просто человек просто тупо тебя предает каждый божий день, что один, что другой. И ты начинаешь понимать, боже мой, зачем они мне нужны. И в этот момент, в этот момент, мама в моих решениях вообще здесь ни при чем. Мама никакие решения не принимала. Она мне, кстати, я вам уже давно говорила, она мне задала просто один наводящий вопрос, когда я ей сказала, что я же буду там, я же рушу семью, на что она мне ответила, Вика, нельзя разрушить то, чего нет. Это была единственная фраза, которую мне сказала мама, тогда, когда я решила все-таки с ним разойтись. Так вот, было достаточно тяжелое время, ну, тяжелое время, ну, естественно, мне было, я не знаю, как я могу сказать, свое состояние описать, это было, конечно, ужасное состояние у меня внутри. Алексей, конечно же, знал, что я принимаю решение о разводе, о разводе с моим бывшим. И однажды он ко мне подошел, мы еще туда были в Украине, и я твердо решила, что ни в какую Германию я не поеду. Я никуда не поеду. Я не хочу ехать, я не хочу. Я на своего бывшего, вот после этого письма, я на него уже смотреть не могла, вы представляете? То есть я уже поняла, что я его даже, я его видеть не хочу, я ничего слышать не хочу от этого человека, об этом человеке. Мне стало просто противно даже смотреть на него, на его лицо. Мне стало противно рядом с ним находиться. я просто поняла, что это два, не знаю даже, как их описать, которые там за моей спиной строили какие-то планы. И все, и я принимаю решение разводиться. И Алексей вот ко мне подошел тогда и спросил, какое твое решение, что ты будешь делать? Я сказала, я решила развестись, Алексей. Вы знаете, что он сделал? Он поднял на меня глаза, я помню, как он стоял передо мной, он поднял на меня глаза и сказал спасибо. Это были слова ребенка, он сказал спасибо. Так что, потом уже со временем, когда мой бывший пытался звонить, я ему оставила номера телефонов для того, чтобы пообщаться со своим сыном, он сказал, он мне решил выставить вину, что значит я, это потом надо будет рассказывать, когда я уже в Канаде была, это был веселый, веселый такой разговор был, где он сказал, да, ребенка. Я ему сказала, у нас просто вылезло, разговор, где мы, опять, ну естественно, мы же нормально разговаривать не можем, да, ему сказали, какой ты отец, говорю, ребенок к психологу, я, кстати, ребенка сразу, когда привезла, его сразу к психологу школьному оформила, чтобы он ходил, и он сказал, правильно, он ходит к психологу, потому что ты отобрала у него отца, я сказала, он ходит к психологу от такого отца, как ты, я не знаю, сообразил ли он, что когда я принял решение с ним развестись, мне ребенок сказал спасибо. Ну в общем, да, Значит, такая ситуация сложилась, я поняла, что мне нужно немедленно избавляться от этих двух гадостей в моей жизни, первая гадость это мой бывший муж, а вторая гадость это мой отец, чем дальше, тем лучше, здоровее будешь, как говорится, а и вот перед тем, как я положила трубку, когда мы с ним ругались, с отцом, с моим, я сказала, больше сюда не звони, я не хочу знать тебя, я не хочу знать, я не хочу слышать, я не хочу даже представлять, что ты когда-то был моим отцом. Я никогда больше сказала, в общем, даже не позволяй себе обо мне вспоминать, я никогда в жизни больше о тебе слышать не хочу, все, goodbye, bye. И он мне сказал, нет, нет, слушай меня сюда, ты как слушалась, так и будешь меня слушаться, я как говорил тебе там что-то, так и будешь ты это все слушать, поняла, ты поняла меня, это то, как он со мной разговаривал, представляете, и после этого он мне это писал. В общем, ты, это ты, короче, на меня тыкал вот это вот, это было настолько хамское общение, то есть то, что я ему хамством ответила на хамство, да, то это было ужасно, как я себя чувствую, а то, что он мне хамил уже взрослому человеку, взрослой дочери, с которой он не занимался всю свою жизнь, он не знал ничем я живу, он меня вообще не знает как человека, он ничего обо мне не знает для того, чтобы судить меня, писать обо мне, лить грязь обо мне, он меня не знает. И при всем при этом человек посчитал нужным каким-то образом обсудить свою родную дочь, даже не удосужившись, узнать, чем она дышит, чем она живет, или какие у нее стремления, цели, что она любит, что она не любит, он обо мне ничего не знает. И после этого он считает, что я должна его уважать. Да, ради бог. Anyways. Ну, в общем, я принимаю решение уйти. И это я принимаю решение уйти именно в тот момент, когда нам сказали вот уже все, ехать, открывать визу в Германию и уезжать. И я сказала, нет, нет, я с этим зоопарком никуда не поеду. Что зоопарк его? Свекровь моя там с его, с ее мужем-алкоголиком там вообще ненормальная. Помню, как его сестра мне говорила, я даже пришла к его сестре, говорю, он вообще мне не помогает по хозяйству. У него есть машина, какого фига я должна срываться в 7 часов утра, бежать на базар, закупать картошку, морковку, лук. Они же тяжелые, как камни. Почему я должна несколько раз за день бегать на базар для того, чтобы это купить? Причем мне выдавалась только маленькая сумма. И знаете, кто эту сумму контролировал? Моя свекровь. Она контролировала, сколько денег мне будет выдаваться в день моим бывшим мужем, чтобы я, не дай бог, блин, на себя что-то не потратила. И это должно было, знаете, меня как выдавали? Мне выдавали на питание, и мне выдавали ровно на один день. По-моему, у меня был лимит 20 гривен мне давали. Вот мне давали 20 гривен. И вот за 20 гривен я должна была напечь, наготовить, нахренячить, извините, там, не знаю, явства невиданные, икру наметать еще на стол, да, для того, чтобы вот это все было. И на следующий день мне опять выдавали 20 гривен. Я должна была каждый божий день метаться на этот рынок. Я вот у меня была работа, вы понимаете, вот он уходил из дома, да, а у меня была задача. Встать, взять эти 20 гривен и каждый божий день метаться на этот базар. Лешу школу завести, да, и метаться, значит, на этот базар за этими покупками. И я спросила, говорю, ну неужели же нельзя, вот, то есть, когда эти 20 гривен, допустим, когда нужно было купить морковку, картошку, да, они же тяжелые, как камни, неужели нельзя в выходной день, даже когда ты не уходишь на работу, приехать, допустим, просто встать и поехать со мной на базар, и просто купить тупо эти картошки, морковки, это все для того, чтобы привезти и положить в дом своей жене, чтобы я не надрывалась с этими сумками. Знаете, что мне ответила свекровь? А, какая хитренькая, а что-то он должен рано вставать ради тебя. Ну, вон же мне муж не помогает возить все это, я таскаю, ну и ты таскай, ну и ты таскай. Вот и все, дедовщина, блин, понимаете? Вот и все. А что там тебя баловать? Нечего морду баловать. Вот так, встала и пошла, что ты там это ноешь, я не поняла. Быстро побежала. Вот, мама контролировала наш бюджет, его мама контролировала. Вот и все. Что я еще хотела сказать? Ну, вот на тот момент, ребята, я и приняла решение. Это однозначно, тут даже нечего было обсуждать, чтобы с этим человеком можно было оставаться каким-то образом, продолжать. Я вообще с ним даже говорить не могла, вы что, какое может быть общение? Кстати, я полностью оборвала все общение и с моим бывшим на тот момент тоже. Мне нужно было время для самой себя, мне нужно было время сообразить, что я делаю следующее в своей жизни, мне нужно было принять решение. В общем, да, в тот момент я принимаю решение, естественно, не ехать ни в какую Германию. И так как выездные документы хранились у меня дома все, я позвонила и сказала, что делайте, что хотите, поступайте, как хотите, я ни в какую Германию не еду, документы я вам отправила. Я просто собрала все документы. Я не собиралась, понимаете, я не тот человек, который будет ломать кому-то жизнь, говорить, вот ты гадина, ты мне насолил, сейчас я тебе тоже насолю, сейчас я порву все эти выездные документы, чтобы ты тоже никуда не поехал, чтобы вы тоже тут все сидели, потому что вы меня тут все хотели задержать. Вы знаете, у меня этого не было, у меня вообще не было такой мысли. Я собрала все документы и сказала, послушай, ты хочешь ехать в Германию, ты добивался этого всего, ты 3,5 года оформлял документы на это все. Это мое решение туда не ехать, но это не значит, что ты не должен туда ехать. И поэтому я запаковала документы выездные, и я совершенно спокойно отправила их по почте на адрес его мамы, отправила вот туда к ним домой эти документы и сказала, ты хочешь выезжать, выезжай, но я больше с тобой жить не хочу, разводись, разводись. Вот и благо, что у нас в Украине можно развестись, как бы не обязательно присутствие человека, который может находиться при разводе. Я его вообще видеть не хотела. Все. Мне было противно на этот человек смотреть, даже говорить с ним было противно. Все. И я говорю, разводись. Ну, в общем, он принял такое решение, что он подал на развод, он развелся, потом со временем мне это разводное свидетельство, я его достала, это разводное свидетельство, и там было написано, значит, что мы развелись по причине, ну, как это сказать, когда не сошлись интересами, да, есть такое. И меня очень сильно порадовало, что в заявлении было написано, что у нас не было, а, что я не работала, было написано, да, сначала, ну, это ясно, что я не работала. В Украине как бы не было работы. И второе было, значит, у нас не было общего семейного бюджета. Это как бы себе же кол в могилу, в сердце забил, потому что, собственно говоря, если ты работал, и у нас не было общего семейного бюджета, это говорит об очень о тебе, а не обо мне, правильно? Что ты своей жене как бы не давал деньги на растраты, ни на какие, то есть не было ничего семейного бюджета. Вот. Но, в общем, сам себе и это. Ну, мне, в общем, whatever. Я достала это свидетельство о разводе потом, ради бога. Оспаривать я его не собиралась. Никоим образом. Я, в общем, приняла решение, что была рядом мама, она мне сказала, Вика, короче, что тебе тут делать? Нечего тебе тут одной оставаться. Наша песня хороша. Начинай сначала. Мы начинаем оформление документов на твой выезд в Канаду. На тот момент была программа по семейной иммиграции, то есть можно было подать документы на воссоединение семьи. Я даже не знаю, есть ли сейчас такая программа, то есть я ничего сказать не могу в этом плане. Тогда она была. И мама подала на эту программу иммиграции. И, значит, я начала по новой оформлению документов. То есть, естественно, я в Германию не поехала, визу не открыла. Они собрались, уехали со всей семьей. И где они были, как они были, меня это вообще, меня вообще ничего не интересовало по поводу моего бывшего супруга, что они там делали. Ну, свекровь, тебе же Вавири сказала, ехали бы ты уже. Ну да, она мне это сказала, когда мы стояли. Она говорит, валила бы ты уже к своей матери. Вот, то, что она мне сказала. Ну, я сказала, я подумаю. Ну, естественно, я отказалась от того, что, значит, они мне там предлагали взять меня с собой, как собаку, понимаете. Вот, я сказала, нет, я не поеду. Это мое решение. Меня никто не берет, меня никто никуда не везет. Я взрослый человек, я могу принимать решение за саму себя, и никто меня никуда не везет до тех пор, пока я никуда не поеду. Вот. Ну, в общем, были поданы документы на Канаду. Ну, естественно, потому что я была одна с ребенком. Благо, мама мне высылала деньгу. Я начала оформление документов. Оформление документов на иммиграцию в Канаду, это была, конечно, ребята, полная жесть. Потому что наша бюрократическая система – это что-то с чем-то. Это как дайте справку на то, что вам должна быть справка, на то, что вы имеете справку. В общем, бегать мне приходилось, конечно, очень много. Это было очень большое усилие, очень большой труд. Алексея я очень часто оставляла дома одного, и очень часто меня не было с утра до ночи, потому что мне приходилось выстаивать очередя. Сейчас, может быть, там есть какая-то электронная система, по которой можно, может быть, какие-то справки получить или еще что-то. Тогда, я не знаю, есть ли, то есть я подозреваю, что есть. Иногда я читаю новости, мне кажется, что есть. А на тот момент нужно было все бегать своим ходом, своими ногами, все это вот выстаивать. Я по нескольку раз ездила с ребенком в Киев. Я постоянно в Киеве была. У тети моей, у тети Люды. Большое спасибо, что она нас принимала. Вот в любой день, ночь мы, короче, приезжали к ней, постоянно останавливались у нее. Вот, и вот моталась я в Киев туда-сюда. В общем, был очень сложный процесс, очень сложный процесс. И, значит, при оформлении документов мне нужно было разрешение ребенка на выезд. Я помню, у меня какой-то мужчина спросил, а он дал вам разрешение на выезд ребенка? Да, он мне разрешение на выезд. И каким образом, я сейчас расскажу вам, это все произошло. Значит, при выезд в Канаду, значит, когда вы оформляете документы на выезд в Канаду, ну, на тот момент было, нужно было проходить медицинское освидетельствование. То есть, нужно было пройти медицинский осмотр. При этом была указана клиника, где это все проходилось. И все результаты, допустим, там, медицинского осмотра отправлялись в Женеву. То есть, в Женеве почему-то именно решалось, там, значит, в каком состоянии ваше здоровье. Брались анализы крови, я так знаю, что на СПИД проверяли кровь, на какие-то, ну, мне кажется, такие совсем, да, какие-то заболевания, такие заразные какие-то. Вот, и сделали, значит, нам рентген, мне и Алексею. И почему-то из Женевы пришло заявление такое, что, мол, у вашего ребенка есть подозрение на туберкулез. Вот, и что, мол, когда вы приедете в Канаду, мы даем вам разрешение, вы должны срочно зарегистрироваться с врачом и пройти полное обследование уже теперь в Канаде на наличие туберкулеза в легких ребенка. Представляете? У меня, естественно, это вызвало панику. Но я, понимаете, как Украина, там вообще очень много больных туберкулезом, хотя это заболевание очень легко лечится антибиотиками на данном этапе. Это не является каким-то таким заболеванием, от которого уже там люди должны умирать. То есть это заболевание лечится. Вот, и, ну, естественно, я очень сильно испугалась. И так как у меня вот этот уже был как бы последний подход к тому, чтобы как бы выехать в Канаду, мне Канада тоже сказала, мол, что нам нужно разрешение ребенка, на выезд ребенка тоже нужно было предоставить. Вот. И я, значит, мне нужно было его найти. И я, значит, начала его искать. У меня остался номер телефона его друга, с которым он до этого дружил, перед тем, как он уехал. Я ему позвонила и сказала, что, значит, я, честно, я сказала, что я оформляю документы на выезд в Германию, фу, блин, в Канаду, и что у меня ребенка подозревает туберкулез сейчас на данном этапе. И мне нужно как можно быстрее выехать в Канаду для того, чтобы провести обследование и, соответственно, назначить лечение, если это необходимо для моего ребенка. Я очень сильно переживала, очень сильно волновалась. Я сказала, мне нужно найти Георгия, потому что мне нужно разрешение на выезд ребенка в Канаду. И, пожалуйста, если ты можешь, перезвони ему и скажи, что вот такая ситуация складывается. Он говорит, хорошо, я его найду, большое спасибо. И, вы знаете, он его нашел. Он его нашел, и мне бывший перезвонил и спросил, что случилось. Вот, хотя он уже жил в Германии, они уже в Германии были. Я сказала, что такая-такая ситуация, я собираюсь выезжать в Канаду, естественно, в Германию я с тобой не поехала, но я отдала ему тебе все документы честно, поэтому сейчас требуется твоя часть работы, да. Мне нужно разрешение на выезд ребенка. Вы знаете, безоговорочно, безоговорочно он сказал, что я сейчас нахожусь в Германии, но я сейчас быстро отложу все дела, я быстро приеду в Украину для того, чтобы дать тебе это разрешение. Вот такое вот необычное поведение я встретила со стороны бывшего. Да, действительно, в течение трех дней он оказался в Украине, и он мне сказал, значит, выдвинул такие условия. Он сказал, я тебе дам разрешение на выезд ребенка в Канаду, только в том случае, если ты полностью отпишешься от того, что у меня нет никаких финансовых обязательств по отношению к тебе. Ну, то есть на алименты я, естественно, не подавала. То есть я ребенка, то есть бывшего полностью отпустила и сказала, мол, иди, живи своей жизнью, я никаких претензий к тебе вообще не имею, просто оставь меня в покое, я просто не хочу тебя видеть, окей? Вот после этого поступка, после этого всего я просто не хочу тебя видеть, все, по-человечески. Я тебе дам возможность выехать, выезжай мне, не надо никакие там тебе козни строить, я не собираюсь этого делать, просто собирайся и едь, живи своей жизнью, все, только меня в покое оставь, я своей жизнью сама займусь. Вот, и он, значит, приехал, он говорит, значит, ну, а ты мне, пожалуйста, дай вот это разрешение, что, типа, у меня по отношению к тебе нет никаких материальных обязательств. То есть, что я, мол, ребенку, мол, не буду платить алименты, то есть ты же не забудь подписать эту бумаженцию, чтобы с меня ничего не требовали. Но он это требовал еще с меня, знаете почему? Потому что я так поняла, что при выезде в Германию он должен был выплатить мне сумму на ребенка, а я-то потом уже узнала у адвокатов, когда я пошла к адвокатам, что он не мог выехать в Германию без уплаты алиментов мне, понимаете? То есть ему нужно было каким-то образом эти все алименты, там, значит, что-то как-то выплатить или там какую-то оплату провести, что-то, в общем, там было сделано неправильно в этом все. И он, дабы как бы обезопасить себя вот с миграционными службами в Германии, он у меня попросил вот такую расписку. И когда, я сказала, у меня вообще проблем нет, говорю, я тебе сейчас подпишу все, все, что нужно, подпишу, только вот мне нужна расписка на выезд ребенка за рубеж. Значит, когда я пошла уже к адвокату подписывать это все, я создала такой документ, и она дает мне этот документ, говорит, а он вам зачем? Я говорю, ну вот у меня бывший, говорю, там приехал, я выезжаю в Канаду, сейчас оформляю документы. Я говорю, вы знаете, а мне нужно, говорю, вот он с меня просит разрешения о том, что он не имеет никаких невыполненных обязательств по отношению ко мне, вот, чтобы я с него не требовала алименты. А она говорит, ну вы реально понимаете, что эта бумажка, она как бы, ну вообще никакого значения не имеет, потому что алименты – это право ребенка, а не ваше право. Я говорю, я это понимаю. Я говорю, ну вот ему так хорошо, ему спокойно, она так посмотрела на меня, говорит, я вам дам эту бумагу, но вы должны всегда помнить, что в любой момент вы можете обратиться за алиментами, и вот эта бумажка, он может с ней просто как бы, ну сходить в туалет, вот, то есть, чтобы вы знали как бы свои, может быть, вы с него не сможете какие-то деньги взять, да, но реально деньги, алименты – это право ребенка иметь, это все, не ваше, поэтому он, в принципе, с этой бумажкой может сходить в туалет, она сказала. Я говорю, я это понимаю, я это осознаю, говорит, но я не буду никогда в жизни ничего просить, знаете, у меня как бы, у него своя жизнь, у меня своя жизнь, мне совершенно неинтересно, ни чем он живет, ни чем он дышит, чем он занимается, мне главное, чтобы он меня оставил в покое, я его оставлю в покое, в общем на этом все закончится, вообще какие были там притязания, как хорошо значит, мы сделали эти бумаги и должны были значит, ими, этими бумагами, как бы обменяться, значит, он пришел ко мне домой, туда на научную, пришел с выпивкой, как говорится напиться и забыться как говорится, вот, и мы начали, значит, с ним обмениваться этими документами и причем самое интересное, что, знаете, как обмениваются бумажками, когда он мне свою тянет, а я ему свою, и мы обе эти бумаги держим и не отпускаем и потом так, знаешь, каждый свою выпустил то есть для него была дорога та бумага чтоб только с него алименты не просили вот, а мне была дорога бумага, та, которая давала мне полностью разрешение на выезд ребенка она давала мне свободу он выпил, на кухне сидел и он мне признался, он сказал, что я вот, сколько мы с тобой развелись я, мол, уехал и, мол, как бы живу своей жизнью, я все время ищу такую, как ты но такой, как ты, мол, нет и я, мол, типа скучаю, он что-то в этом роде сказал мне, мол, тебя не хватает, он сказал на что я сказала, что, мол, а он мне тогда начал говорить, что я планировал тебе и бриллианты покупать, как будто бы это имело какое-то значение и, мол, все, значит, ну, знаете, эти обещания, знаете, что, говорит, вы смотрели это «Красавица и чудовище», да? мультик, что, говорит, ей подарить? ну, как всегда, цветы, конфеты, обещания, которые вы не собираетесь выполнять вот это было сказано в мультике «Красавица и чудовище» диснеевском вот и я ему сказала, у тебя был твой шанс быть рядом со мной у тебя был твой шанс уберечь свою семью у тебя все это было ты его упустил причем, по-моему, при оформлении документов на Канаду я подала разрешение на выезд вместе со своими документами которые были подписаны им на Германию, на вывоз ребенка но там была не указана страна там было написано, что я разрешаю своей бывшей, короче, выехать за рубеж но я просто решила получить от него свежее разрешение то есть я не врала своему бывшему он реально мне дал это разрешение перед выездом ребенка то есть все у меня было законно сделано все было сделано по правам то есть у меня было, он знал, куда я везу ребенка он знал, что я его ввожу вот, значит, потом вы знаете, я принимаю потому что я знаю, что этот человек он в состоянии менять свое решение как бы сегодня он хороший, завтра он плохой да, ну то есть там 7 пятниц на одной неделе вот я принимаю решение покинуть страну за три дня то есть у меня уже даже были, мама настолько хорошо собирала документы мне что у меня были настолько удачно все сделано что у меня были уже куплены даже билеты с открытой датой вот знаю, что можно купить такие билеты, да, уже заранее и в них открывается дата то есть вы можете использовать эти билеты тогда, когда вам захочется для того, чтобы пересечь, допустим, лететь в Канаду и мама мне такие билеты купила она купила мне билеты с открытой датой и так как это был уже сентябрь, по-моему да, в сентябре ой, вы не представляете, ребята, я вам должна рассказать еще перед тем, как мой бывший приехал и дал мне разрешение на выезд на ребенка, значит я настолько уже устала собирать документы в Канаду я настолько, вот, настолько я уже была уставшая знаете, это просто день за днем мне было это тяжело, потому что я была одна с ребенком ну, мне было это тяжело это мне очень тяжело удалось у меня было много еще понимаете, это и морально было тяжело потому что, как бы, ты понимаешь это все предательство потом тебе нужно вставать ты уже как бы с нуля все начинать, правильно? все с нуля начинать вот, и значит я однажды шла домой, мы только с Алексеем вернулись из Киева, только-только вернулись там опять очередные какие-то документы мы привозили в посольство, а между прочим в посольстве нужно было сидеть как с утра до ночи а нужно было как бы вот ты пришел туда там на 8 утра на Ярославе в Вал, я до сих пор помню где находится канадское консульство, он находится на улице Ярославе в Вал, я это помню и туда приходишь утром, на тот момент было, и ты там целый день сидишь пока вот ты не сдашь документы в порядке живой очереди, духота, людей полно в этом маленьком помещении вот, и ты это все сдаешь, сдаешь с Алексеем только я сдала очередной пакет документов, начали эмиграции, мы опять вернулись мне казалось, что эта фигня никогда не закончится это было как never ending story никогда не заканчивающаяся история я сдала очередной пакет документов и мы приехали с ним домой, вернулись и это вот еще перед тем, как я попросила своего бывшего разрешения, то есть это все было очень быстро сделано я прихожу как-то в один день я открываю, значит, почтовый ящик у нас такие почтовые ящики маленькие, да, где ты открываешь и на тебя это письмо вываливается и буквально там в течение пяти дней я смотрю, выпадает такой большой пакет на такое толстое письмо и написано Embassy, Canada Embassy и вы знаете вот это письмо я тоже храню до сих пор потому что я понимала, знаете когда я увидела это письмо потому что не каждый раз мне высылали письма и говорили привезите это, привезите это, мне казалось, что я была уже, ну, не знаю понимаете, мне нужно было моему ребенку обеспечить будущее я дралась буквально руками, ногами, зубами я выдиралась, потому что мне нужно было дать своему ребенку будущее у каждого могут быть свои причины почему они выезжают у меня была причина, потому что я, во-первых ну я и сама не могла уже в стране находиться это заняло у меня у меня была мечта уехать оттуда и эта мечта у меня длилась 11 лет 11 лет, ребята, я работала над мечтой, чтобы уехать из страны, и я открываю, значит, письмо и вытаскиваю его, знаете, у меня просто руки задрожали, думаю, блин, опять в Киев ехать, опять что-то нужно, да, опять очередной виток вот этих вот побегов всего, потому что ребенка целыми днями оставляешь дома, я его научила пользоваться микроволновкой, я готовила еду, то есть вечерами, иногда я просто его хватала, мы садились на такси и ехали, благо мама помогала финансово, мы могли просто поехать в центр и покушать в хорошем ресторане, И я, значит, открываю этот конверт дрожащими руками, открываю его, и там написано 31, Ярославе Вал, Киев, Украина У меня есть официальное письмо, два письма я получила, одно на украинском, другое на английском языке Итак, написано Шановный пан та пани, Виктория и Алексей Это касается вашей заявки на постоянное место проживания в Канаде Это решение отношения вашего постоянного места проживания в Канаде Мы рады поведомить, что рассмотрение вашей заявки завершено Мы должны вам сказать, что рассмотрение вашей заявки завершено Иммиграционные визы могут быть выданы вам и вашим утриманцам сразу же после того, как мы переконаемся в наявности у вас действенных закордонных паспортив Вот я сейчас читаю, у меня такая эмоция Иммиграционные визы могут быть выданы вам и вашему сыну Сразу после того, как мы узнаем, что вы предоставите нам свои действительные закордонные паспорта, заграничные паспорта Зверните, пожалуйста, внимание на то, что вы и каждый член вашей семьи, что выезжает рядом с вами, включая детей, независимо от их века, должны иметь отдельные паспорты или проездные документы Пожалуйста, обратите внимание, это жирным чертом подведено, что все те, кто выезжаете, вы и члены вашей родной, должны иметь отдельные проездные документы, включая детей Вы должны прийти до посольства до 5 вересня такого-то года, до 5 сентября такого-то года за визами Вы можете вернуться в посольство с 11.30 до 12.30, с понеделка по четверг, в пятницу мы не принимаем отведывающих Вы можете прийти в посольство с 11.30 до 12.30, с понедельника по четверг, в пятницу они не принимают никого Визы можно получить под конец того же дня Визы вы можете получить под конец того же дня Для отримания визы просимы принести закордонные паспорты для каждой особи, которая включена в вашу заяву и выезжает вместе с вами до Канады Принесите все паспорты всех, кто выезжает Просимы також, звернути увагу на те, что результаты розгляду есть действенными до полгода Вы должны выехать в Канаду до цієї дати Вы должны успеть до февраля 17 числа въехать в Канаду до цієї дати То есть, если вы все просрочите, то все Если перед выездом до Канады у ваших семейных обставинах Ведущие будь-якие изменения, например, если вы, ваши отримания, одружились, разлучились Вы должны нас оповестить об этом, что если вы развелись там или еще что там Если у вас еще нет действенных паспортов, они у меня уже были, вы должны вернуться в АВИР и все остальное Визьмите, будь ласка, копию цього листа с собою И написано Канада, Киев Да, вот у меня даже здесь чек есть, кстати, в руках я держу На котором написано Визы Я заплатила кэш в размере 600 долларов за две визы Вот этот вот документ, знаете, когда он мне выпал в руки Вот это все, вот когда он мне попал в руки Я его читала прямо там, возле почтовых ящиков У меня тряслись руки, я начала плакать Я рванула наверх Я влетаю в квартиру Я говорю, Алексей, Алексей Он мне так, что, что Он такой уже перепуганными такими глазами Потому что он видел, как я старалась Он уже вообще был никакой Он говорит, что, что И, кстати, когда меня не было дома, мама всегда звонила ему Разговаривала с ним часами, часами Чтобы он не чувствовал себя одиноким А я не могла его за собой таскать Потому что, ну, как и да, я буду за собой ребенка таскать Не поднимешь Не поднимешь И не будешь Он целый день не будешь Понимаешь, ребенок же это Он так, что, что на меня Так, что случилось Я так, Алеша, Алеша Говорю, нам дали разрешение в Канаду Мы, блин, выезжаем Мы выезжаем Да ну нафиг Он мне говорит Я говорю, да, Алеша Ему 9 лет было Он говорит, ура, ура Что мы будем делать теперь Я говорю, сейчас, говорю, я твоему отцу позвоню Вот в тот момент я звонила отцу И он вовремя приехал Как бы в течение трех дней И у меня уже была куплена дата с открытыми Ребята Ребята Мы сразу же с ним купили билеты Это буквально на следующий день Я его схватила в охапку То есть я получила в обед, допустим, тебе письмо На следующий день Я позвонила, по-моему, я позвонила тебе И сказала, мама, мама, мне открыли визы Мне открывают визы Мама говорит, да ну нафиг тоже И мы, короче, с ним на следующий день рванули Я купила, значит, билеты на поезд Какие были, такие брала И мы, значит, сели в поезд Поехали в Киев Приезжаем на следующий день Я говорю, тетя Люда Я еду, короче, все, нам визы открывают Я оставила ребенку Тетя Люда Рванула в консульство Постояла там все И, значит, вы знаете Стоим мы в очереди Но там долго надо было ждать Все равно долго И они говорят, сдайте, значит, паспорта Я сдала паспорта И как бы мы сдали все в одно окошко только И, значит, мы там сидим, 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 сидим Но ждать долго приходится, да Я привезла все документы, какие нужно было Все, все, отдала, все И мы, значит, сидим И там очень много народу Которые хотят приехать в Канаду Там, ну, к родственникам едут, да По каким-то причинам открывают визы Просто забитое все консульство было всегда И, значит, мы сидели там И вдруг идет объявление И говорит, все люди Значит, все, как они сказали Иммигранты Которые подали документы На перманентное жительство в Канаде Подойдите, пожалуйста, к такому-то окошку Чтобы получить свои визы И, значит, люди, очевидно, недопоняли И вся эта толпа, она так Ух, значит, к этому окошку ломанулась Те, которые визы открывают И, значит, там стали они спрашивать возле окна Ну, а те, кто получал виды на перманентное жительство Нас было всего там 5 или 6 человек, кстати Из этой всей массы И мы так встали все в сторонке Мы уже как бы поговорили, поговорили Там была даже женщина одна Она была из Минска И она врач И она ждала своего выезда 5 лет Она сказала, она из Минска Потому что у них в Беларуси не было консульства Канады А вот в Украине было Они это все делали через украинское консульство И мы, значит, все так встали в сторонке И они там начали что-то спрашивать Люди, которые туда побежали к окошку Они говорят, да нет, нет, нет Это не за такими визами, которые на визиты Там за визами На перманентное место То есть им открывают ПМЖ в Канаде И я помню, как до всех вот людей Когда дошло, что происходит Что в этой комнате находятся люди Которые не просто получают визы Которые выезжают на перманентное место Они просто как обернулись на нас И знаете, так начали на нас смотреть Как будто мы с другой планеты приехали Я не знаю, как-то так рассматривать нас начали Прямо и отошли все от окошка И вот мы пятеро человек Я помню, я заплатила Вот я говорю, вот я смотрю У меня даже человек здесь есть 600 долларов Они выдали мне паспорта Я их взяла Вы знаете, я, по-моему, так близко к сердцу Никогда ничего не носила Я так бежала домой к тете Люде Я сказала, ой, 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 ура, ура, ура И потом, значит, мой бывший вот приехал Вот эта вот история случилась Что он мне дал разрешение на ребенка на выезд И вот я продолжу с того места Где я сказала, что Знаете, он у меня иногда дает разрешение Не дает разрешение То есть меняются вот эти вот все вещи Я рванула буквально Вот когда он там еще был Он уже дал мне разрешение Я рванула буквально на следующий день Сразу же в компанию Лед Через которую у меня были Я летела в польской авиалинии Лед Сразу к ней побежала И сказала, что, мол, ребята, ребята Мне нужно срочно Я, в общем, помню, что это уже был Вересене, это же сентябрь, правильно? В общем, блин, ребята Я там была в первых рядах Вот И, в общем, я взяла это И это уже реально был сентябрь, как бы, да Когда я это все дело делала И я просто уже торопилась Выехать, и не только потому, что он менял свое мнение А потому, что, как бы, сентябрь Это уже начало учебного года Мне нужно ребенка в школу быстро оформить, правильно? Я же не могу тоже вот туда-сюда метаться То есть ребенку нужно быстро в школу И, значит, я торопилась Я прибежала к ним в лед туда, в компанию Говорю, слушайте, говорю, дайте, поищите мне, пожалуйста Я вас очень прошу У меня есть паспорта с открытой датой Мне нужно вылететь Она говорит, сейчас я посмотрю Вам нужно два билета Я говорю, два билета Говорю, чтобы сидели вместе Летели вместе, я говорю, я лечу с ребенком Она говорит, хорошо Она говорит, я вас поставлю на лист ожидания Пока сейчас ничего нет Я вам перезвоню, когда будут билеты В общем, я дополнительно сообщу И вот пока мы все эти разрешения делали Он мне только дал разрешение На следующий день она мне звонит Говорит, здравствуйте, это авиакомпания «Лед» Выли через три дня, вас устраивает? Три дня, ребята, три дня Я даже вещи не собирала толком Я сказала, устраивает Все, и она мне, значит, дает эти три дня А у меня, ну, понимаете, я же вещи в квартире даже не разбирала Ничего не разбирала, ничего не делала Я, короче, быстро хватаю свои вещи Вот компания «Мист», «Мист» очень сильно мне помогла Значит, понимаете, вот так вот с полок все хваталось Пихалось в коробки Это все запаковывалось На такси я ехала в компанию «Мист» И переправляла свои вещи сюда, в Канаду Просто насильные вещи Насильные вещи И так как мой бывший там был Я не знаю, что сыграло Ностальгия за мной Какая-то любовь, которой у него никогда ко мне не было И вдруг она проявилась Я не знаю, что сыграло Но именно в тот момент Мой бывший мне помог Он помог мне Понимаете? То есть он как бы даже где-то проронил Он мне, кстати, сказал Вот мне все друзья говорят Ты ей так, мол, легко даешь разрешение на выезд ребенка Мог бы нервы потрепать Я ему ответила, что я знаю законодательство о Германии Я знаю, как ты выехал Я тоже могу тебе нервы потрепать Только попробуй потрепать мне нервы Я тебе все кишки вымотаю За то, что вот я уже столько Извините, моталась Уже столько всего пережила И с тобой, и со всей этой ситуацией Я сказала Я тебе просто так это дело не оставлю Но он понял, что я серьезно, короче, девушка настроенная Поэтому он мне совершенно спокойно дал Либо он просто дал Я не знаю, что там сыграло роль Но anyways Я не буду списывать с счетов То, что все-таки он мне помог Он мне сказал Не переживай Я побежала, купила билеты на поезд И в то же самое время Отдельно в квартире Я начала складывать все для своей тети То есть все самые хорошие полотенца Постельное белье Микроволновку Какие-то телефоны с определителями номера Все то, что могло быть ценное в квартире Это все я начала складывать в уголок Чтобы я купила СВ-вагон Все знают, что такое СВ-вагон И я решила его затарить до потолка Буквально всем тем Что я могла отдать своей тете в Киеве То есть я везла там кухонные комбайны Я все везла ей Все, что у меня было в доме хорошее Я просто все завозила к тете Я говорю, я вам оставлю Все, пускай у вас оно будет У меня нет времени разбираться Продавать это все Я вам просто это все оставлю И мне мой бывший сказал Ты, мол, вообще не переживай Говорит, я заеду со своим другом От которого я позвонила Он говорит, я тебя погружу Вот этот свой вагон Мы все это сделаем И, значит, я тебя отправлю Чтобы ты с ребенком спокойно в Канаду уехала Назначенное время Они подогнали машину И, значит, с этим другом Вот это вот я очень благодарна Если он посмотрит вот за это все И с этим другом Они погрузили все Загрузили его машину до верха Вот И повезли меня на вокзал И, в общем, точно так же Они вот этот свой вагон Все таскали Вы меня можете спросить А чем я думала Как я буду это все выгружать С ребенком в Киеве Я сказала своей тете Люде Чтобы она наняла носильщик И выждала меня на перроне С этими носильщиками И грузчиками Потому что мы будем это все грузить И потом мы будем это все тащить К ней в квартиру на такси В общем, да У меня были планы Вот И, значит, мы все Он меня погрузил в поезд И вы не поверите Он вышел И он тогда еще посмотрел на меня И так сказал Ты знаешь Я сделал большую ошибку Я говорю Ну, в том плане, во-первых Что я тебя потерял И в том плане Что я сделал большую ошибку Что я не уехал первым Мне нужно было сейчас вот собраться И уехать в Германию Чтобы не видеть вот этого всего Как я гружу тебя, значит, на ПМЖ в Канаду И он говорит Это, говорит, очень тяжело Вот сейчас, говорит, я стою Говорит, мне очень тяжело У меня такое ощущение Что я теряю Что-то очень важное Что было у меня в жизни И у меня нет шансов Этого вернуть И он вышел на перрон И встал возле вагона И я открыла окно Он сказал Мне очень тяжело смотреть На то, как ты уезжаешь И в этот момент Поезд тронулся И, ребята, вот понимаете И человек пошел за поездом Он шел Он шел Поезд набирал скорость Он шел Он шел И потом Когда поезд уже начал разгоняться И он все Я никогда не видела Чтобы человек Так бежал За поездом Полной силой У него Он плакал И он бежал Он бежал так Что я никогда не могла подумать Он добежал до конца перрона Потому что он просто уже не мог бежать Он остановился И его фигурка стала меньше 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 И это был последний раз Когда я видела Его Своего бывшего Я оставила ему Все номера телефонов Как я сказала Когда я уезжала Я у мамы взяла номера телефонов Адрес Все-все-все Я оставила свой имейл Для того, чтобы он мог связываться с Алексеем Я сказала, что У меня вообще проблем нет Если ты будешь с ребенком общаться У меня с этим проблем нет Если хочешь Мы к тебе в Германию приедем Посетим тебя Ты всегда можешь прилететь в Канаду У меня вообще проблем с этим нет Я не такой человек Который будет там что-то То, что было между нами Это было между нами Но может быть с ребенком У тебя будут нормальные отношения Но в общем желания этого не было Ну и конечно же От такой сцены Ни один человек не останется равнодушным Конечно же Меня тоже поперло на слезы Потому что Ну это было Это было сложно, конечно Я никогда такого не видела Чтобы люди так бегали за поездами Это было просто какое-то отчаяние Бегущее по перрону Вот и все И мы уехали в Киев И я думаю, что вот с этого момента Я пока остановлюсь вам снимать Свои видео Я думаю, что я уже наснимала Даже на несколько часов Вот Я вам это все выставлю И потом уже Какой путь у нас был из Киева Как я летела Вся наша история Я расскажу вам в следующий раз Все Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok